Товарищи Невоводы и гости моего канала, рад всех приветствовать! Итак, на календаре 23 марта, суббота, конец рабочего дня, последняя дальняя доставка в одну из деревень, 24 километра в одну сторону, 24 обратно, итого 48 километров поездка. Вот такое вот количество снега еще у нас в Удмуртии, как вы можете наблюдать. Есть участки дорог, которые полностью отошли, отходит уже и глина. Такие подъемы, в один из подъемов, когда ехал в ту сторону с доставкой, машина даже немного буксовала. Немного забегая вперед, хочу с вами поделиться такой новостью. Ждите, будет отдельное видео по доработке ходовой части подвески моего автомобиля Невы Легенд. Как вы видите, кузов немного стал оторван. Ну, машина стала повыше, благодаря тому, что я поставил новые пружины в круг, и передние, и задние. Заменены также реактивные тяги заднего моста, заменен кардан заднего моста целиком в сборе. Стоит теперь новый. В общем, об этом будет снято отдельное видео, не буду вдаваться в какие-то подробности. Прицеп грязный, все грязное. В общем, нужно будет завтра с моечки аккуратно все это дело помыть, привести в порядок автомобиль. Ну что, давайте трогаем, поедем дорогой. По многочисленным просьбам многие просят, Ярослав, публикуй видео с поездок. Так, что еще хочу вас обрадовать, теперь я приобрел новый телефон, камера будет новая, снимать будет уже абсолютно в другом качестве, лучше будет звук. Все для вас, стараюсь улучшать качество подачи контента. В общем, давайте трогаем, то сзади машина едет, вот так вот дорога накатана. Так, запускаем двигатель, и сейчас я сначала пристегнусь. Итак, показывает плюс 7 градусов, пробег уже 107-830 на моем автомобиле, московское время 15 часов 15 минут. Трогаемся, погнали. И походу буду отвечать на ваши вопросы. Приходится иногда повторяться, так как некоторые, ну, может кто-то смотрит видео на перемотке, может кто-то невнимательно. По ГБО, еще раз повторяюсь, парни, и прицеп с грузом, не с грузом, я езжу только на газу сейчас. Бензин у меня в автомобиле нужен только для того, чтобы запускать двигатель. То есть, это утренний запуск, пока не прогреется. И так, каждый запуск осуществляется двигателя, ну, с ГБО, он осуществляется на бензине. А вопрос был, Ярослав, насколько тебе хватает бензина? Я не знаю, если вот эту двадцатку заправить в бак, вот сейчас у меня, ну, чуть больше 20 литров, 21-22 литра в баке. Вот этого бензина практически больше, чем на месяц хватает. И приходится даже самому ему, ну, самому его целенаправленно сжигать, потому что, как вы прекрасно можете знать, что бензин со временем имеет свойство терять октановое число, давать по нему просадку. Поэтому больше месяца бензин в баке нежелательно держать. Лучше его и скатать, и заправить свежий бензинчик. Как-то так. Еще советую, у кого ГБО, держите всегда половину уровня. Не держите там, чтобы лампочка у вас горела. Дело в том, что топливный насос, получается, работает непрерывно. Там есть перепускной клапан, который сбрасывает. Ничего страшного и нет. И охлаждение топливного насоса в бензобаке осуществляется только за счет бензина. Если бензина мало, соответственно, топливный насос у вас будет греться и быстро выйдет из строя. Выходит он из строя не из-за того, что постоянно работает. Ничего ему не будет от того, что он не отключается. В этом страшного ничего нет. Благодаря этому мы в дороге, даже если где-то я по трассе еду, и у меня резко кончается газ на ходу, я даже не замечаю, как у меня автомобиль автоматически переходит на газ, ой, на бензин. Просто сигнализирует об этом, вот здесь справа датчик начинает пищать. Сигнализирует она меня о том, что закончился газ, например, и машина перешла на бензин. Сигнализирует где-то минуту, потом перестает пищать. Ты просто нажимаешь на кнопку переключения на бензин и все, никаких проблем. Мне в поездках это очень удобно. Получается, большой запас хода, это очень удобно. Мне нравится. То есть я сейчас не парюсь. Всегда держу минимум пол бака бензина и 50 литров газа в баллоне. С прицепом спрашивали Ярослав, насколько хватает. Все зависит опять от температуры окружающего воздуха. То есть конкретно зима, лето, весна, осень. И также от того, какая у вас манера езды, какие маршруты. То есть вот смотрите, вот сейчас у меня доставка. Маршруты такие довольно сложненькие. Ну в каком плане, то есть, можно сказать, пересеченка. Такие дороги грунтово-насыпные, заснеженные, накатанные, где-то разбитые местами. То есть я не по трассе лечу. Соответственно, у меня тут скорость движения, ну, минимальная. Особо не разгонишься, надо аккуратно. Особенно по утрам, заморозки, вот эти утренники, сильная наледь на дороге. И можно слететь. Поэтому нужно аккуратно ехать прицепом. Учитывая, что у меня еще на прицепе стоит летняя резина. Поэтому все это в целом зависит. Но мне, вот 50 литров газа мне хватает, конкретно подчеркиваю, именно с прицепом ездить. То есть загруженный, пустой, еду обратно. Только езда, если с прицепом весь маршрут. На 350 километров пути мне хватает 50 литров газа. Ну, разумеется, у меня пропан. ГБО, БРС четвертого поколения, итальянское. На 350 километров хватает мне 50 литров газа. Именно с прицепом. Прицеп, ну, кто первый раз смотрит видео, прицеп большой. 3,20 на полтора и высота метр сорок пять у него. Прицеп у меня без скоса, прямой. Ну, давайте, наверное, сейчас еще остановлюсь. Немножко по резине скажу. Давайте про прицеп отвечу, потому что тоже задавали мне такой вопрос. Давайте сейчас остановимся. Поставлю автомобиль на ручник. По прицепу. Ярослав, почему не берешь прицеп со скосом? Брал бы со скосом, машине было бы проще ехать. Парни, тут все очень просто. Этот скос крадет очень много места. И неудобно штабилировать, грубо говоря, ну, какие-либо там, какую-либо мебель, либо еще что-то. Те же самые вот там диваны, корпусную мебель. То есть под скос идет, начинаешь перестраиваться, стопка сдвигается. Это очень неудобно. Поэтому мне нужен конкретно прямоугольный прицеп. Все же со строгими формами. Мне вот этот скос не нужен. Да, с ним сложнее машина идет по трассе. Чувствуется, как вот он прямо, особенно в ветреной погоде, как упирается прицеп в этот воздух. Но, как говорится, приходится чем-то жертвовать. Зато места больше в прицепе, кубатура больше. И удобнее что-либо штабилировать. Вертикально укладывать. Все ровненько, аккуратненько получается. Резина так и летняя стоит, так и я не перестал на зимнюю. Но вам не советую. Лучше все-таки на зиму ставить зимнюю резину. Это я уже привычный с прицепом, можно сказать. А 90% пробега на автомобиле, это практически все с прицепом. У меня машина ездит. Резина, разумеется, стоит зимняя. Меня осуждали. Там не делайте, как этот блогер под предыдущим видео мне писали про кардиантов роут второй. Не ставьте эту резину. Вроде бы всем объяснил, парни. Это был просто эксперимент ради вас. По вашим просьбам. Я же вам пояснил, сказал, написал в описании под видео, что это просто эксперимент. Что не делайте так. Все предупреждения. Нет, начали там на меня как-то накидываться. Прекрасно все должны понимать. Я же сразу дал понять, что кардиантов роут второй исключительно позиционируется как летняя грязевая резина. Но если у человека есть определенные навыки, я говорю, что если вы попали в межсезонье, например, уехали, выпал снег поздняя осень, сможете ли вы добраться до дома или нет? Сможете. Про Пирелли мне говорят, что даже Пирелли лучше, чем кардиан. Никак нет. На Пирелли можно убиться. Я вообще не знаю, как на штатный Пирелли Скорпион люди умудряются ездить зимой. В общем, ладно. Едем дальше. На эти вопросы ответил. Так что вот, резина у меня также стоит зимняя. Обратные колеса все поставил после всех этих опытов. Думаю, еще неделька-другая. Ближе к первым числам апреля, наверное, можно будет уже менять зимнюю резину, ставить грязевую. Грязевую МТХ. Снова пристегиваем ремень и поехали. В этой Ниве, конечно, что мне нравится, в Ниве Легенд, что очень удобно, это вот новая система печки. Все продумано, все вот эти крутилки, регулятор холодного, горячего воздуха. То есть можно выставить температуру, как тебе удобно, и ехать полностью комфортно в автомобиле. Это очень удобно. По сравнению с Нивами, с панелью приборов старого образца, с системой отопителей старого образца, с этими ползунками, там, конечно, это все дело не настолько удобно и настолько практично. Тут можно практически, чуть ли не как климат-контроль в трехдверной Ниве под себя настроить удобную тебе температуру в салоне автомобиля. Невзирая, что там за бортом, минус, плюс, либо еще что-то. Про кондиционер спрашивали, слишком много вопросов. Молодые Нивоводы едут покупать Ниву, спрашивают. Ярослав, что посоветуешь, брать скандеем или без скандера? Все зависит от ваших личных потребностей. Ну, в каких именно целях вы планируете покупать Ниву? Если вы планируете заниматься экстрим-покатушками и топить ее в болоте, и, разумеется, вам кондиционер это лишнее навесное оборудование, то есть это вам лишняя головная боль, вы все равно все будете переделывать, будете делать там генератор выводить наверх, это вам все только будет мешаться этот кондиционер. Он вам не нужен. Если же обычная езда там, ну, по назначению просто вы охотник, рыбак, то я вам очень советую кондиционер. Например, что хочу сказать про себя. Я Ниву без кондиционера даже не рассматривал бы вообще к покупке. По одной простой причине, вот обычный вам пример. Летняя осенняя охота. Едешь ты куда-то по угодиям, да, тихонько крадешься там по просекам, кругом гнус там, да, комары, это мошкара осенью, да, едешь. Ты окошки закрыл, кондиционер включил, машина так не греется, потому что если работает кондер, вентиляторы системы охлаждения, они чаще работают, и машина так не греется. Ты спокойно едешь с кондиционером, в комфорте окна закрыты, не потеешь, никакие мухи, комары, никакие мошки тебе вовнутрь в салон не летят. Многие скажут, можно поставить сетки. Нет, сетки неудобно, и в машине все равно становится жарко. С этими сетками ездить на окнах, они тоже мешаются. Я скажу, что это не очень практично с сетками ездить на окнах. Все-таки кондиционер это вещь. И спрашивали, есть ли просадка какая-то по мощности. Нету никакой просадки по мощности. Ощутимо ее нету. Что вот машина с кондиционером хуже едет, чем без кондея. Это полная сказка. С кондиционером именно конкретно Нива Легенд 21214 себя чувствует комфортно. Что на трассе, что в городе, что на каких-то проселочных дорогах. Автомобиль себя чувствует прекрасно. Какого-то увеличения расхода топлива при использовании кондиционера, серьезного увеличения расхода топлива нет. Ну я езжу на газу, заправляюсь в основном в Татарстане. В Татарстане у нас литр газа стоит 22 рубля 50 копеек за литр. То есть цена такая, учитывая там средний расход 14 литров газа. Вот у меня сейчас с прицепом 14, 14,5, 14,8 литров газа. На 100 километров пути автомобиль расходует с прицепом. Без прицепа это будет от 12 до 13 литров. Тоже зависит время года, как давишь на тапку и тому подобное и так далее. Вот думаю тоже на этот вопрос я вам дал ответ. А тем не менее мы подъезжаем к интересному участку. Вот когда в ту сторону ехал в деревню, делал доставку, подымался. Такой сложненький был подъем. Сейчас я вам его покажу. Глина отходит. Интересные здесь такие грунты, глинистые, глинки. Такая рыжая глина. Очень интересная, можно сказать, с нее можно делать печной кирпич смело. Материал прям идеальный для этого. Но здесь в свое время у нас в Кизнерском районе много было кирпичных заводов. Потому что такие здесь почвы у нас, говоря по-простому, позволяют заниматься данными мероприятиями. И вот как можете наблюдать, не знаю как у вас, смотрите сколько все-таки у нас еще, как много в Удмуртии еще снега. Ну и параллельно вам немного красоты природы. Ландшафт немного меняется. Такой овраг там сильный. Вот сейчас мы идем под спуск. Я никуда не тороплюсь, с вами разговариваю. Едем, как на тракторе, можно сказать, 30-40 км в час. Дорога разбитая. Зачем колотить машину? Тихонечко едем. Вот сейчас идем. Такой довольно серьезный спуск. На третьей передаче, разумеется, третья повышенная. Тихонько катим. Скоро нужно будет. Но после весеннего бездорожья, после охоты, буду менять в круг тормозные колодки. Потому что они кончились. Когда ездишь с прицепом, тормозные колодки улетают очень быстро. Хоть какие. Вот видите, какой спуск. И машину прям начинает подтаскивать прямо. Вот как глина отошла. Спрашивали меня Ярослав. Возьми ты уже себе газель. Хватит мучить Ниву. Купи газель, езди на газели. Парни, газель я не в состоянии пока еще взять. Еще пока на газель не заработал. Новая газель стоит порядка 4,5 миллиона. Это на европлатформе 4,20. Тоже она с ГБО уже идет с завода. Мне новую не купить. В лизинг посчитали мне. Это ужас. Платеж 93 тысячи в месяц. Если брать газель новую на европлатформе 4,20 в лизинг. Я, разумеется, ушел оттуда. Попрощался с этим дилером. Сказал спасибо, не надо. На авито смотрел. Бывушные газели все эти рассматривал. В общем, в основном продают убитые. 500, 600, там 700, 800 тысяч убитые газели полностью. Все выжатые. Сомнительно. И вот что хочу вам сказать. Вот в такие отдаленные деревни, вот сейчас весной в распутицу, я бы все равно делал доставку на Ниве. Потому что на газели, вот в этих деревнях, вот эти узкие проулки, разбитые дороги. На газели ты никуда не проедешь. Это факт. И также будет необходимость заводить Ниву, цеплять прицеп и вести все это дело на Ниве с прицепом. Нива в плане доставки очень удобна. Куда угодно, в любой двор, заснеженный, не заснеженный, ты уверен, что ты везде развернешься. А если даже где-то и подзастрянешь, отцепишь прицеп, выйдешь на машине, дернешь прицеп динамкой стропой. Все. У меня все с собой в дороге. И домкраты, и рывковая стропа, динамка, и все вот эти буксировочные проушины, все у меня с собой есть. Вот такие вот дорожки фронтовые. Ну, весна, нынче зима была многоснежная, дорожные службы еле справлялись с уборкой снега на дорогах. Вот так вот тихонечко едем в натяг на третьей передаче. Особо тут и не разгонишься, потому что местами на дорогах выбоинки отходят, и машина раз, резко проваливается, такой сильный удар по подвеске. Поэтому стараешься ехать аккуратно, выбирать траекторию. Вон, ручьи бегут по дороге. Все в лобач летит. Вот на Ниве, на Ниве такая конструкция кузова, что все всегда летит в лобовое стекло. Так, тихонечко едем. В общем, все, парни. В принципе, показал вам наши дороги весенние, какие они. Можно сказать, что 23 марта, и весна только-только еще начинает. Снега еще очень много. Планировать какие-то поездки на машине в лес и писать какой-то контент пока еще нет смысла. Никуда ты не проедешь. Тут с такой высотой снежного покрова. Как-то так. Ну все, парни. На 17 минут записал видео. Можно сказать, свиделись, пообщались. Рассказал, что хотел рассказать на вопросы, на ваши ответил. Ждите следующего видео по всем техническим доработкам моего автомобиля Нива. Что было сделано, какие работы были выполнены. Всем здоровья, братья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok